Депутаты из партии «Слуга народа» на страничке в Facebook составили список наибольших достижений Владимира Зеленского на посту президента. В частности, в список включили следующее. Старт программы «Большое строительство». В 2020 году построено почти 6 тысяч километров дорог. Повышение прожиточного минимума – до 2189 гривень. И мрот – до 6000 гривень. Начало цифровизации. Украина стала первой страной в мире, которая приравняла электронные паспорта к бумажным. Борьба с выводом денег из страны. Легализация игорного бизнеса. Открытие рынка земли. Демократия. Путем референдума. Введение в программу 7-процентной ипотеки и доступного кредита 579. Реформа децентрализации, предложенная Европейским Союзом. НАТО признала Украину партнером с расширенными возможностями. Можно отдельно остановиться на теме «Большого строительства», ведь Зеленский в ходе недавней пресс-конференции много о ней рассказывал. По его словам, проект будет завершен, когда будут построены не только все объекты инфраструктуры, но и элементы историко-культурного наследия, которые откроют новые дороги. Для того, чтобы эти дороги существовали в Украине, необходим данный проект. Потому что я думаю, что до меня они не строились нормально, в то же время, в том же качестве. Я считаю это государственной позицией. Дороги должны быть показательным аксессуаром нашей страны, сказал он. Президент объявил, что программа «Большое строительство» завершится, когда будут сделаны все объекты. Помимо строительства автомагистрали действует специальная программа по возврату культурных ценностей. Президент также отметил, что он говорит о важности дорог, потому что качественные дороги важны для оказания экстренной или неотложной медицинской помощи и помогают оперативно действовать и реагировать на сложные случаи. Кроме того, по словам главы государства, качественные дороги способствуют развитию внутреннего туризма и хороших путешествий для горожан. В то же время, президент заявил, что он заботится о данной программе и берет на себя ответственность за ее результаты. Он отметил, что для снижения риска влияния других государств в этих сферах особое внимание уделяется инфраструктуре приграничных регионов Украины. Надо вкладывать деньги, вкладывать внимание, ремонтировать дороги, мосты. Когда их топит вода из-за того, что были вырублены леса, надо президенту, министру туда ехать, к обмину проводить там заседания и не выезжать оттуда, пока все не сделают. Вот что надо делать, резюмировал глава государства.